Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Как всегда, у меня, знаете, по-нормальному не бывает. Весь день кувырком, потому что позвонили со школы и сказали, что Игнат снова потерял чешки. Он у нас рассеянный с улицы бассейной. Он вечно что-то где-то оставляет, не знает где. Ну, надо дождаться, когда они сами научатся, только в этот раз. Ситуация кризисная, так как завтра представление, и чешки нужны срочно. Так что мама бросает все и летит за чешками. Они готовились к этому представлению на протяжении месяца. Приглашены родители, бабушки, дедушки, и мы, конечно же, поедем все вместе. Правда, такие неудачные часы у младшего в 10 часов представление, у старшего в 5. И целый день, знаете, как-то так непонятно как пройдет. Но идем, потому что для детей это важно. И я слегка так, знаете, вообще на стрессе, потому что Томак скоро ложится в больницу на обследование. У него будет операция. Мы сейчас ждем, когда освободится какая-то дата. Я думаю, что это произойдет месяца через 2-3. Хотя кто знает, может быть так, что позвонят и скажут, что через неделю. Это операция на сердце, у него порог, врожденный порог сердца, о котором он узнал случайно пару лет тому назад. Раньше, вот знаете, 40-30 лет тому назад, возможно, даже не было и оборудования для того, чтобы это обследовать, и специалистов. Сейчас времена изменились. И когда он был на очередном медобследовании много лет тому назад, наверное, 8-9, где-то так, его отправили с компанией на такое ежегодное медобследование. Это частая практика в каких-то польских корпорациях или международных. И врач обнаружил, говорит, что не знали Томак, ну типа нет, не знал. Он что-то чувствовал, ему, конечно же, это мешает. И он сейчас ложится дня на 4, наверное, в больницу, может, на 3. Ну и будем ждать операции. Поэтому я такая, какая-то немножечко в подвешенном состоянии. Я стараюсь лишний раз не волноваться, не переживать и настраиваться на позитив. Но когда это не просто что-то мелочное, это серьезный орган, то ты волей-неволей все равно как-то там воспринимаешь это серьезно, назовем это так. Сейчас я жду, когда кое-что закончит тушиться и поеду за чешками. Но мы с вами вот это ожидание проведем с пользой. Покажу вам что-то очень красивое. Я уже готовлю свой гардероб к весне. Помните, у меня есть карамельный тренч, тоже от бренда Мако. И сейчас у них появились такие красивые новинки. И мы с вами будем смотреть, как они выглядят на мне. Только посмотрите, какая стильная красота. Когда я увидела, что будут новые цвета, я даже не сообразила, не досмотрела, что это еще и что-то новенькое по дизайну. Но все равно в категории базового гардероба вы можете носить его абсолютно по-разному. Шикарный цвет. Для меня это будет, не знаю какой. Я не могу сказать, какой мне нравится больше всего. Потому что карамельный у меня давно, и я носила его куда угодно, с чем угодно. Это реально незаменимая вещь на весну. Я не специалист в моде. Я не знаю, как называются все детали, но вам покажу. Потому что это тоже то, на что я обращаю внимание. Вот такая штучка на плечах. Плюс воротник. Так интересно выкладывается. Конечно, здесь все можно застегнуть, упаковаться от ветра. Все дела. Вот таким образом. Карманы глубокие. Застегивается все на кнопки. Причем внутри есть несколько, чтобы он как-то не разъезжался, чтобы сохранял тепло. И так же второй ряд кнопочек. Слушайте, гениально. Вот простота всегда смотрится очень здорово и эффектно, когда это качественные ткани. На рукавах тоже обновление, потому что есть кнопочки. Вы можете сделать их классическими или же чуть-чуть сузить. Получится как колокольчик. Такой, как я перестегнула сейчас. Отличная длина. На девочках повыше будет хорошо выглядеть. Но метр в прыжке, как я, тоже окей. Когда отхожу дальше, может теряться фокус. Фокус, фокус, пожалуйста, будь со мной. Вот. Это у нас серый цвет. Он такой голубиный. И он, кстати, будет подходить и к цветным вещам, к пастельным. И даже к черному, вот как на мне сегодня, лонгслив. И к синему. Очень классно. И ткань здесь плотная. И она водоотталкивающая. То есть, когда вы попадете под дождь, если вдруг, то вы не промокнете насквозь. Вот так он сделан сзади. Здесь, на самом деле, каждая деталь заслуживает внимания. Разрез. В них очень удобно. И каждый раз наряды в них это 10 из 10. Я потом сниму рилс. У нас сегодня такой дождь. И очень темно. Я в очках просто для видео. Но мы с вами посоставляем разные наряды. Напишите потом, как вам. Но я вам гарантирую, что вы не пожалеете. Если решитесь их приобрести. Прежде чем рассмотрим второй цвет. Это, кстати, тот теплый цвет хаки, за который я голосовала. В инстаграме у них есть своя страничка. И я тоже принимаю участие в их опросах. Хочу показать вам, как он выглядит в незастегнутом виде. Ну, частично, да. Вот внутренние кнопочки. Вот застегнула еще одни. И ширина изделия. Еще раз повторюсь, что у меня 36 размер. Но вы всегда можете обратиться к Маку или к Мини Максу. Спросить, какая модель у оси. И какой размер. Если что, подойдет вам. Они всегда придут на помощь своим покупателям. А еще, девчонки, вот здесь я пока что не перестегнула кнопки на рукаве. Длина и ширина. Ну, все это варьируется. Слушайте, ну, я готова встречать весну. Потому что у меня есть идеальная базовая одежда. И в случае именно верхней одежды лучше один раз потратиться и купить что-то качественное, достойное. То, что будет служить вам годами. Я вас уверяю, что ничего такого вы не найдете в ЗАРах, в разных там, знаете, сетевых магазинах. Это совершенно другой уровень. Все такие бренды локальные всегда как-то больше стараются, мне кажется. Это не массовое производство. И я буду теперь с гордостью носить тренчи и рассказывать всем. Они всегда вызывают много вопросов, что это у меня от украинского производителя. Какой цвет вам больше всего понравился? Для меня идеальная база. Это, конечно же, карамельный или camel, что-то в этом духе. Хаки и серый. Вот даже чаще надеваю такие цвета, чем, например, черный. И еще один важный момент – это подкладка. Все швы, конечно же, идеально ровные. Такая в сером. И во втором в цвете хаки. А кнопочки у нас матовые. Смотрятся, кстати, очень современно. Так здорово после 8 марта, еще более по-весеннему. Такие розы интересные. Тома где-то нашел. Они, между прочим, не белорозовые, а как будто зеленорозовые. Таких у меня еще никогда не было. Здесь у меня тюльпаны, которые я сама покупала. А это два букета, которые я соединила в один от мальчиков. Они поехали вместе с папой и купили для меня цветы. Мне нравится то, что он им прививает такую традицию, что ли, к культуру. И для меня это в первую очередь внимание и тоже забота. Вот такие цветы нарциссы по-польски называются жонкила. Вообще ни на что не похоже. Попробуй догадайся. И у нас достаточно редко встречаются классические бело-желтые. В основном везде продаются такие. Музыка. 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 Наш младший сын Игнат ходит в первый класс, в частную школу, я много раз об этом рассказывала. И у них есть основная программа, где у них все то, что они должны изучить в этом возрасте, но также еще одна общая тема, которая затрагивается в каждом предмете. В старших классах также. И вот темой этого семестра были известные люди, которые сделали значительный вклад для всего человечества. И так интересно и мило видеть, как маленькие дети, по сути, рассказывают о Шопене, об Эйнштейне, о Мерлин Монро, о президентах, о женщинах, которые боролись за права женщин и которым мы сейчас должны быть благодарны. Также они рассказывали нам о времени. И здорово то, что они еще и привлекают родителей всякими загадками, активностями. И я всегда еще и рассматриваю, что интересного есть в их классах. Всем очень понравилось. И в конце нас еще и угостили шарлоткой. Абсолютно всех гостей и эту шарлотку испекли у них в школе их кухарки. ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Третий класс представлял тему разницы поколений и они приготовили представление, частью из которого были сценки из разнообразных старых польских юмористических фильмов, которые знают абсолютно все и бабушки вместе с дедушками отгадывали, что это за фильмы, также дети пели песни и всем очень сильно понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне очень нравится, что в школе наших детей затрагивают какие-то важные социальные темы. Они рассуждали все эти три месяца на тему возраста, разницы поколений, насколько сложно старшему поколению адаптироваться к современным каким-то технологичным реалиям нашего времени. Дети, например, делали генеалогические деревья и не просто создавали их на информатике, но еще нужно было записать видео и рассказать о всей своей семье, смонтировать это. И потом вот так родители в наушниках слушали и смотрели это все. И то, что меня окончательно покорило, это когда дети сами рисовали, создавали планы современного дома престарелых, которые они хотели бы видеть для своих бабушек, дедушек и родителей в будущем. Я дома поубрался, дома очень чисто, но в холодильнике пусто, поэтому я знаю, что ты ждешь. Подожди, сейчас найдем что-то для тебя. Я поехала в Lidl. Там у нас, как мне кажется, самые выгодные цены. И в Бедронке тоже. На 135 долларов я специально взяла счет и также перевела в доллары, чтобы в такой иностранной валюте всем было понятно. Я покупала именно то, что мне нужно, не ограничивая себя. Так как мы дома одни, я взяла только одну упаковку рыбы, не хочу готовить только для себя. Поэтому рыбка для бутербродов, мясные какие-то изделия, две упаковки куриного филе. Хочу сделать домашний кебаб, юки, там смачно хрустит на фоне. А из вот этого сделаю наггетсы, типа PPKFC. Также планирую сделать тефтели в томатном соусе. Мне очень нравится этот фарш, и не потому, что он типа как обезжиренный, он просто очень вкусный. Это индейка. И еще один фарш, возможно, за морожен, планирую сделать лазанью. Это у нас свиной с говяжьим. Большая семейная упаковка. Вот такие кабанасы. Между прочим, линейка Пюр, Пикок, в Лидли именно. Очень классная. Здесь хорошая состава. Не успела сгонять за... Блин, я еще и посылку забыла забрать. Ну ладно, потом это сделаю. Хоть бы не забыть снова, потому что уже второй раз переношу. Короче, не успела я купить ветчину в местном магазине, поэтому будет такая. Сосиски на всякий случай. Иногда даже нет времени себе приготовить обед, и тогда у меня сосиски с гречневой кашей и с помидором тоже случается. Четыре упаковки яиц. Хлебобулочные изделия. Три булочки для мальчиков. А это мой любимый бездрожжевой темный хлеб. Сырные палочки со шпинатом внутри. Два доната для мальчиков. Иногда тоже им покупаю. И тортильи. Это вот будет кебаб. Я когда-то очень давно снимала видео и до сих пор готовлю по тому рецепту. По-моему, называлось оно видео. Чем кормлю семью на карантине или что приготовить на карантине со времен ковида. Прилично, как для нас, фруктовые овощи. Особенно учитывая то, что дети едят второй завтрак в школе, обед и полдник. Мешочек картошки, апельсины для сока. Мы не пьем его каждый день, а приблизительно пару раз в неделю. Большая упаковка голубики для всяких блинчиков. Да и просто так мальчики любят. Очень классный хрустящий виноград без косточек. Мальчики любят именно такой светлый. Не знаю, так повелось. Зелень. С этим я сейчас буду разбираться. Малина, клубника. Вот представьте, в такую цену помещаются еще и несезонные ягоды. Перец, киви, несколько яблок. Дома еще парочка есть. Огурцы. Это я хочу сделать суп из цукини. Очень вкусный, я его обожаю. Чеснок, лук. Суповой набор, но мне он нужен для лазаньи. Морковка, редис, помидоры. И вот такие для бутербродов. И просто хрустеть. Еще зелень я никогда не знаю. А, по-польски это рушпонка. А как это на других языках, я без понятия. Ну, трава безобидная. Нравятся нам огурцы, только что-то они протекают. Я специально взяла в таком как бы ведерке, чтобы удобнее было хранить. Но вижу, что капли то там, то там. Аж две упаковки авокадо. И это мой любимый сорт ХАС. Он такой ореховый, супер кремовый. И одна упаковка была даже дешевле на 50%. Потому что они супер спелые. И я как раз в ближайшее время все это съем. А вот эти созреют. Редис сказала или нет? Ну, тоже так. Или к бутербродам, или даже без ничего. К какой-то яичнице. Тоже вкусно. И редиска здесь зачастую не горькая, не острая. Молочки не так много и не все обязательно. Но без молока я не могу. Как минимум для блинчиков. Три бутылки. Взяла такие йогурты для детей. Не знаю, будут есть их или нет. Обычные, натуральные. Вообще ни в какую. Даже с ягодами. С кыр. Это для меня. С мюсли. Просто тоже с ягодами, с фруктами. Нравится. Моцарелла хочу сделать ппшная. Типа как хачапури сметана. Это такая, которую можно добавлять и в супы, и для соусов она годится. Здесь продают 12% для салатов. А вот это у меня пойдет в тефтели. Вот такие сырки кремовые. Я использую вместо майонеза и масла. Планирую снять для вас видео с классными идеями завтраков. Кое-что новенькое. И завтрак, который я могу есть бесконечно. Большая упаковка масла. Гаута. У нас есть еще сыр в холодильнике. Ну, взяла, так знаете, на всякий случай, потому что в тосты кладу часто. Это сыр греческий. Как он? Фета. Я мечтаю о таком свежем салате с тунцом, с фетой, чтобы было много-много зелени. Наверное, сегодня мне это не светит, потому что очень много дел. Ничего. Буду рассчитывать на то, что завтра все-таки сделаю только для себя. И вот такой сыр, типа как бри. Господи, какой он вкусный. И именно с зеленым виноградом или с розовым, не с грушей. Да, сыры часто едят с какими-то ягодами и фруктами. Но как же он мне нравится. Именно вот этот. Он внутри такой кремовый, но не чересчур мягкий. И именно с зеленым виноградом. Боже мой. Я могу вот так отрезать себе чуть-чуть и съесть вместо ужина. Сытно и очень вкусно. Конечно, ужин я пропускаю не каждый день. И с такого базового всегда тоже на всякий случай покупаю муку. Не люблю, когда она у меня заканчивается. И макароны. Не знаю, что приготовить, варим макароны. А вот эти я использую в куриный бульон. Взяла бантики. Нет на них планов, но пусть лежат. Лазанья. Вот такие хлопья для моих вот этих ппшных куриных наггетсов. Гречневая каша у нас редко продается фасованная. А она типа в таких, знаете, пакетиках отдельных, которые варятся на несколько порций. Нужно специально ехать в отдельный магазин за обычной гречкой. Но вот это тоже вкусное. Соль. Когда-то, помню, полгода тому назад кричали, что соль закончится, как мы будем жить. И я тогда накупила полгода вперед. Сейчас вот закончилось. Я взяла еще мальчикам вот такой напиток из цикория. Это как кофе без кофейна, но не совсем кофейный вкус. Я тоже частенько его пью вкусно. И когда-то мы жили в Скавине, там фабрика. И часто был аромат в самом городе. Когда все это запекали в печи, стоял аромат инки на весь город. Очень прикольно. Какие-то теплые воспоминания. Я знаю, что инка много где продается. У кого проблемы с давлением повышенной, его пьют пожилые люди, дети. В школах у нас его дают. И зачастую именно инку. Ну и еще кое-что по мелочи. Кетчуп. Пассата. Нравятся итальянские. Для лазаньи в этот раз. Захар так полюбил томатный сок. Он сам может выпить целый литр. Он обрадуется точно. Кукурузка. Для тортильи, для бутербродов. Я делаю такую намазку из тунца, из сливочного сырка с кукурузой. Тоже готова есть буквально каждый день. Слушайте, так прикольно, что сейчас появилось кокосовое молочко порционное. Потому что большую упаковку открываешь. Для пудинга чия, для нескольких порций. Но этого слишком много. Или же для крем-супа с тыквой. Так открыл, и у тебя одна порция на одно блюдо. Буду делать пудинг чия. Давно не ела. Шоколад. Я люблю черный, горький шоколад. Вот этот покупаю впервые. Ну, в Польше, в принципе, неплохой. Шоколад просто нужно поискать. У нас скоро будут гости. Поляки любят пить пиво и чай с сиропом. Так что взяла это малиново... Какой он? Лимонный. И вроде как здесь большое содержание именно фруктовых соков. Не было поменьше упаковки, поэтому у нас литровая. И еще, девочки, увидела крокусы. Пока что наши крокусы еще не цветут во дворе. У нас они натыканы. Как-то солнце туда, наверное, меньше попадает. Хотя тепло, и я принесла весну домой. Сейчас буду искать для него маленький горшочек. Взяла кухонное полотенце. Мне нужно кое-что доубирать, доскладывать. И батарейки. Мне нужно поменять батарейку в ключе для машины, потому что Томик сказал, что она может в какой-то момент не завестись. Это приоритетное дело. И даже белое сухое. Шардоне в этот раз. Слушайте, взяла его для лазаньи, но остатки мы тоже потом допиваем в течение нескольких вечеров. Вам понравилась тогда шутка, чтобы пережить инфляцию? Но, блин, в каждой шутке есть доля правды. Это все мои покупки в одном магазине. И теперь я жду информации от вас. Как-то так познавательно и чувствуешь себя не одиноко во всем этом повышении цен. Так что перекличка по ценам. Как у вас обстоят дела? Еще в пакетах у меня затерялось повидло. У нас есть точно такое же, но оно практически закончилось. Там стоит. И я, честно говоря, завидую тем мамам, которые спокойно имеют пустой холодильник и не заморачиваются. У меня так не получается. Мальчики много едят. И теперь я могу быть спокойна. Потому что мне всегда есть, что сообразить на любой прием пищи. Куда это пытается убежать горчица. Мама, кстати, привезла. Здесь не продается супер горькая, такая остренькая. Она вся европейская, типа горчица. И когда хочется настоящей, то нужно ехать в специальный украинский магазин. А так у меня теперь будет. Мама даже не одну привезла, а несколько. Я сейчас выпью кофе, что-то перекушу, и мы с вами займемся порядками в кухне. Ничего грандиозного, ну как зацепишься, блин, на несколько часов. И лучше, чтобы Томик этого не делал, иначе я потом вообще ничего не найду. Наверное, будет закадровая озвучка. Покажу вам, что я буду делать. Но я уже подготовила, господи, прошло, наверное, пару лет, до сих пор не могу этого сделать. Не приклеила наклейки на контейнеры, потому что у меня, блин, не было маркеров специальных, вот таких белых. Мне, честно говоря, было жалко денег. Они не дешевые, их можно купить и в наборе с этими наклейками. Мои наклейки из Алика. Их есть огромное количество там разных вариантов. Я оставлю вам ссылки внизу, у меня в закладках куча всего лежит, чтобы поделиться с вами. А маркеры мне когда-то принесла моя Настя. И я много чего ими подписывала, и лыжи, когда мальчики ездили в лагерь, чтобы там ничего не потерялось. И они хорошо служат. Не стираются тоже. Так что сегодня я, наконец-то, блин, подпишу, где соль и сахар, потому что я недавно сама ошиблась. И пущу в ход вот эти прищепки для круп, для сыпучих, всякого такого. У меня были, наверное, из Икеи, такие цветные. Они тоже продаются на Алиэкспресс. А вот эти конкретно из Сенсая. Их купила моя мама. Там был такой большой набор. И она мне немножко отсыпала. Не немножко, а множко. Потому что есть только не надо. А я у нас человек-хомяк. У меня всегда запасов много. Каждая моя мини или максимум уборка в кухне начинается с того, что я или загружаю, или разгружаю посудомоечную машину и все раскладываю по своим местам. По факту каждый член нашей семьи может это сделать, но на деле не все заморачиваются с организацией. И потом наступает такой момент, когда обязательно кто-то скажет, я здесь ничего не могу найти. И это правда. Я предпочитаю сама этим заниматься, потому что я больше всех готовлю. Готовлю много и каждый день. И периодически я протираю все ящички. Сегодня я занялась теми, которым никогда, ну не никогда, просто давно не доходили руки. И также перебираю все крышки. У меня такой органайзер из Икеи. Он металлический. И в него помещается достаточно много крышек. Сколько бы не было места в кухне, мне кажется, что его никогда не достаточно. Поэтому мне тоже приходится как-то это все запихивать, раскладывать, чтобы это имело какой-то смысл. И те крышки, и сковородки, которыми я пользуюсь и реже, я ставлю под остальные. Не мешало бы купить еще такие специальные штуки, чтобы сковородки не царапались. Они вроде как продаются в Икеи. Перебираю свои кастрюльки по такому же принципу. И складываю все части соковыжималки. Также тостер после завтрака отправляется в посудомойку. Нашла горшочек для цветов. И теперь они будут радовать меня на кухонном столе. Решила сразу помыть свой виноград. И просто ужаснулась от того, что у меня творится еще в одном ящике. Сейчас я обязательно им займусь. Виноград или какие-то ягоды, фрукты я сразу мою и ставлю на обеденный стол или же на кофейный столик в зале. Потому что если это отправить в холодильник, никто никогда не найдет там фрукты, и они так и пропадут. Мне этого не хочется. И также, чтобы дети получили клетчатку, витаминки, сразу все под нос. Это будет их такой перекус между основными приемами пищи. Наверное, у каждой хозяйки есть такой ящик или полка с контейнерами. Уж очень это удобно. У меня еще и разные ланчбоксы, и я решила их перебрать. Убрать те, которые потрескались, как-то испортились. И нужно будет их обновить. Самое прочное, это стеклянные. Но, правда, они тяжелые. И чуточку дороже. Перебираю чашки. У меня есть гостевые для кофе. А есть те, которыми мы пользуемся каждый день. И, по-моему, те, которые с какими-то новогодними узорами, сейчас не очень актуально. Поставлю их повыше. Адовый ящик, куда все скидывают что-то. И у меня нет какого-то способа организации. Если у вас он имеется, то, пожалуйста, поделитесь. Я почитаю в комментариях. На самом деле, здесь больше всего моих форм для выпечек. И вы не поверите, я всеми ими пользуюсь. Они все для разной выпечки, для разных целей, для пароварки части, какие-то там ситечка. Все в хозяйстве пригодится. Я долго это все крутила. И в конечном итоге сложила таким образом, что мне наконец-то будет удобно. И все будет под рукой. То, чем я пользуюсь чаще, я оставила сверху. И в итоге вы увидите, что у меня получилось. Посмотрим, как это будет работать. Потому что, ну, периодически мне приходится наводить порядки буквально везде. Я вам клянусь, и в шкафу, и в кухне, и в прихожей. И это нескончаемый процесс. То, до чего у меня достаточно давно не доходили руки, это порядок во всех там соусах, маслах. Они тоже имеют свойство пропадать. Я как человек запасливый, периодически еще и просматриваю срок годности продуктов. И я уже даю себя обещание, что я не буду покупать готовых смесей, типа рис там с какими-то сушеными овощами, с грибами. Я никогда этого не готовлю. И жалко тратиться, и потом это все выбрасывать. Исключением из правил являются смеси для панкейков. Что касается масел и соусов, то у нас такая беда, томок часто открывает, чтобы что-то попробовать и ставит обратно на полку. Я, конечно же, об этом не знаю. Если это не хранить в холодильнике, то это достаточно быстро пропадает. Также иногда продукты дублируются. Я не знаю, как так выходит, но постараюсь за этим следить. Протираю все шкафчики, выбрасываю то, что испортилось, или то, что осталось в основном, кстати, на дне. Потому что использую сколько-то там для рецепта, или столько, сколько хочется, и потом на дне оно стоит и стоит, занимает место, в итоге портится, или уже этого недостаточно для чего-то другого. Также выбрасываю то, что мне не понравилось. Например, такой спрей, который должен был предотвратить прилипание выпечки или чего-то, что запекаешь в форме, но по факту он очень горький, и только перепортил мне кучу всего того, что я готовила. Все сыпучие я буду организовывать дальше, но то, что попадалось под руку, я сразу же запечатывала и закрывала вот этими клипсами, которые я показывала чуточку ранее. И даже если что-то перевернется, то не будет рассыпаться. Ну, а теперь, наконец-то, я закончу свою организацию сыпучих. Вы знаете, после того, как я перепутала соль с сахаром, и мой бульон постоянно казался мне недостаточно соленым, все потому, что я сыпала туда сахар. И когда я еще в пирог насыпала соль, я решила, что это последняя капля, и я этим займусь вот как можно скорее. Наполняю все контейнеры, где мало чего, такого-то крахмала, сахара. Большую часть всего я храню в контейнерах из икеи. У меня есть стеклянные и пластиковые. Вот такие стеклянные помещаются где-то килограмм, наверное, может даже чуть больше, а в пластиковые килограмм не вмещается. Но ничего, меня это не смущает, и, между прочим, в пластиковых и стеклянных моль не заводится. Там, где я ее нашла, они были в каких-то бумажных, сыпучих, в каких-то таких незапечатанных крупах, в муке. В общем, надеюсь, что это со мной никогда не повторится, хотя это такое дело можно принести и из магазина. То, что у меня остается в пакетах, я застегиваю клипсом. У меня и раньше были эти клипсы, я знала, насколько они удобны, но мне не хватало там нескольких штук, и мама здорово меня выручила. Мне очень нравится, когда все чисто и аккуратно, без фанатизма, но я регулярно протираю все свои баночки, которые стоят на виду, вот этот каменный поднос, потому что, хочешь не хочешь, туда вечно что-то рассыпается, так что помою его, вытру, и будет как новый. Расставлю все свое любимое. На столе у меня всегда хранится оливковое масло, соль, сахар и ложечка, которой я не пользуюсь, но она мне очень дорога, мне ее сделала Настя. Я советую вам сразу купить побольше этих наклеек, если вы заморачиваетесь, так же, как я, мне нравится, когда написано аккуратно, без ошибок, иногда не влезет какая-то одна буква, потом я переписывала это сначала, и приклеиваю наклейки приблизительно на одинаковой высоте. тоже на глаз, я не хочу сходить с ума и вымерять это с линейкой, но если вы хотите, то, пожалуйста, меня и так все устраивает. Подписываю на поиском, для того, чтобы все члены семьи могли прочитать и не напрягать свой мозг. Ну, а если мама будет готовить, то, конечно, у нас, наверное, проблема, потому что я писала не печатными буквами, а больше как прописными, но я думаю, что она как хозяйка и так на глаз все поймет. Девочки, лайфхак с зеленью. Если вы планируете использовать ее сразу в ближайшие дни, то просто помойте ее, обрежьте концы, поставьте в воду и отправьте в холодильник. Я всегда так делаю с луком. А что касается петрушки или укропа, я все это мою, даю просохнуть. Вот лучок отправляется в холодильник и потом мелко нарезаю. Очень часто бывает так, что мне не хочется специально идти в магазин только лишь за зеленью, но хочется, чтобы это был свежий укроп или петрушечка. Это совершенно другой вкус, нежели сухая приправа из магазина, какая бы она вкусная ни была. Свежая – это чуть-чуть другой вкус и аромат. У меня есть вот такие многоразовые пакеты. Я думаю, что у многих они также есть. Каждый раз, когда я покупаю зелень, петрушку, укроп, но они хранятся лучше всего, можно тоже мяту так заморозить. Распределяю все по пакетику, стараюсь избавиться от лишнего воздуха, плотно закрываю и отправляю в морозилку. И теперь у меня всегда будут свежие приправы, свежая зелень к любому блюду. Я ее использую часто. Вот так мне нравится гораздо больше. Наконец-то я это сделала и тонок не будет путаться. Видите, что я позакрывала все открытые вот эти упаковочки. Тоже не будет рассыпаться. И два контейнера оставила неподписанными под той причиной, что я пока не решила окончательно, что там будет храниться на постоянной основе. Ой, как я рада. И сама себя смотивировала. И надеюсь, вас также. Потому что основная уборка это одно дело, а совсем другое в шкафчиках. И теперь все видно, все под рукой. У меня, конечно же, много запасов, но по-другому я не умею. Я уже думала прощаться с вами в процессе готовки ужина, но у меня как раз закончилась моя универсальная приправа для всего. И думаю, дай-ка я вам покажу, может вам тоже пригодится. Эту приправу вы можете класть и в тефтели, и в супы. Достаточно нескольких чайных ложек или даже одной. И ваше блюдо заиграет совершенно по-другому, будет более вкусно. Что нам понадобится? Главный ингредиент это сушеные овощи. Они у нас продаются во многих магазинах, но я свои покупаю в Лиле. В интернете полно, также у меня есть вот такой микс из Айхерба, тоже очень вкусный, но он, как видите, в таких больших кусочках. Мне нравится это все также перемалывать. Я обычно беру таким большим пакетом, делюсь со своими подружками, с родными. И самое главное это сушеные овощи. Помимо этого я кладу еще соль, немножко перца, куркуму. Тогда приправа получается такой красивой, желтенькой. Буквально одну чайную ложечку на все. Можете класть больше. Смотрите, на самом деле я миксую всегда по-разному. Также кладу пару зерен душистого перца. И вообще смотрю, что у меня есть. У меня всегда много всего. Вот, например, остатки укропа. Добавлю немного черного перца. Куркумя сказала, сушеной петрушкой у меня не оказалось, но она есть здесь. Еще подумала, что в этот раз я добавлю сушеный перец, ой, не перец, а чеснок и лук. Где они у меня здесь? Вот. Еще нам понадобится кофемолка. У меня не кофемолка, а термомикс. Он достаточно мощный для того, чтобы перемолоть лед, какие-то зерна до состояния муки. И, конечно же, с вот такими сушеными овощами он тоже справится. А, здесь, кстати, в составе тоже есть листья петрушки. Прикольно. Я уже и забыла. Мне ее очень долго хватает. вот этой моей приправы. Поэтому не так часто делаю. Если у вас кофемолка, то, конечно, делайте это все частями, партиями, чтобы вы ее не угробили. Пусть все. Тут остатки. На самом деле, как видите, я все кладу на глаз. С душистым перцем не перебарщиваю. Четыре. Немного обычного перца. остатки укропа. Остатки укропа. И две чайные ложечки соли. Она как раз послужит также консервантом. И перемалываем. Вот что у нас получилось. И осталось переложить в какую-то маленькую баночку. У меня получилось две вот таких баночки. Как-то нет свободной и побольше. Надо докупить. И вот такую приправу вы можете сделать менее соленой, но я часто использую ее вообще вместо соли. Там кладу пару чайных ложечек на большую кастрюлю супа. Вот и мои тефтельки. Такое количество вышло из 400 грамм фарша. Туда я добавила заранее поджаренный лук. Кладу одну чайную ложечку приправы. Также немного обычной томатной пасты. И когда уже все практически будет готово, кладем сметану и на этом мой такой простой ужин без заморочек будет готов. Ой, решила вообще сегодня заняться кухонными делами. Так что варю крем-суп из цукини. Тоже где-то во влогах был рецепт. И сюда по рецепту нужно класть бульонный кубик какой-то овощной. А вот эта приправа заменит вам всякие химические кубики. Ну, наконец-то я пообедаю вкуснейшим супом из цукини. Тевтельки тоже готовы. Соус такой наваристый вышел в этот раз. Жалко, что я не могу вам передавать ароматы и вкусы через камеру. Тевтели будут с пюре и сквашенными огурцами. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.